Попросили, сказали, едьте на чекан, скушайте шаурму, пожалуйста. Посмотрим, будете вы живы или не будете живы. Всем привет, с вами Артур Орлов и рядышком со мной находится Игорь с канала Вкусные истории и... Видеорецепты. Видеорецепты, вот так вот. Всем привет. Сегодня мы решили сделать совместное видео, их будет два. Первое видео будет у меня на канале, второе будет на канале у Игоря. И сегодня мы по просьбам наших подписчиков прошлись по кебабным на чеканах. Первое, что мы заказали, это Ройл. Ройал кебаб. Ройл кебаб. Вот так вот они подают. Должны они весить по 400 граммов. Стоит это 30 леев. И второе, что у нас, Игорь? Второе у нас MLM кебаб, буквально в 50 метрах. Тоже 30 леев стоит один маленький кебаб. Громовки у них нету. По времени приготовления MLM было, по-моему, минут 5. Ну, потому что я первый был. Да. А Ройл, соответственно, за 10 минут справились. Итак, для начала нужно все это взвесить. Так. Вот такие вот походные условия. Во дворец, шаурмой, не хватает еще чекушки, чего-нибудь. Так, первый у нас весит 453 грамма. Держи. Есть такое. Есть такое, это хорошо. И второй, ой, какие горяченькие. Второй весит у нас 459 грамм. Как в аптеке, можно сказать. Но самое главное, это внешний вид и вкус. Как он тебе на внешний вид? Да вроде неплохо. Фольга тоже в тему сохраняет тепло. Да. Поджаристый. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Еле-еле хрустящий. Я такой не люблю, сразу вижу. Это который такой рвется на волокнах. А, да. Вот это вот непонятная ерунда. Неэластичный. Ну, вкус. Пробуем. У меня сразу мясо есть. И у меня сразу мясо есть. Причем мясо большое количество. На втором месте у меня картошка фри. Причем она размоклая полностью. Либо она пропиталась соусом. Ну, дырявая такая. Либо она полежавшая. Угу. Скорее полежавшая. Итак, откусили мы по несколько кусочков. По несколько укусов от каждой шаурмы. По размеру мне понравилось. То есть она облезает в рот. По составляющим. Что здесь можно найти? Корейскую морковку, помидоры, курицу. Причем курица хорошо приправлена. Да, курица классная. И крупные куски самое главное. Картошка. Мы сказали о том, что она какая-то может быть полежавшая и все остальное. Единственное. А, капуста еще есть. Маринованные огурчики. Огурчики. Соломкой так. Да, к чему можно, так сказать, придраться немного. Это к соусу. В плане того, что вот нужно дойти где-то до половины. Для того, чтобы понять, насколько эта шаурма сочная. Как бы и до этого она не была сухой. Но и сейчас она тоже хорошая. На пятом укусе дошел соус. Ну, соус, кстати, классный. Я на четвертый. Соус классный. На кефире сделан. Типа самый классический рецепт. Тебе какой нравится? Классический или вот с добавлением вот этих вот всех вариантов? Ну, вообще вот идет, насколько я знаю, кефир, майонез, сметана. Там еще какая-то... Чеснок обязательно. Чеснок обязательно, да. Ну и в принципе это основа. Ну, кто-то добавляет, например, сметана, кто-то не добавляет. Потому что как бы на кефире, майонез и все остальное. Ну да, либо то, либо другое. Ну вот эти ингредиенты, это основа хорошего соуса для кебаба, для всего что угодно. Ну, именно такого фастфуда. Я бы сказал, что это шаурмат достойный. За 30 леев. За 30 леев. Спокойно можно взять. Причем это маленький формат. У них есть еще за 40 леев. Формат побольше. Там буквально 100 грамм. По факту у нас сколько? 400, а было 460. 460. 458, 460, то есть, грубо говоря, если вы возьмете полкило, то я думаю, что какой-то большой разницы, но и переплачивать действие, я думаю, что не стоит. Давай, ММЛ. Держи. Так, здесь сразу видно, что другой, абсолютно другой лаваш. Он плотнее, немножко размокло, пока мы ставили камеру. Здесь лаваш реально другой. Так, по весу. Мой весит 463 грамма. То же самое. Давай, бросай свой. 456, оказывается, у меня сегодня, пока у меня, у меня увесистый. Что? На... Такая фольга даже другая. Фольга другая, пакетик другого. Все, 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 все по-другому. И она менее теплая, нежели первая. Окей, самое главное, это вкус. Но вот, про что я говорил, вот он сразу хоп, здесь размокло. Да, вот этот лаваш размокает, походу. Поехали. Более эластичный. Здесь сразу соус пошел. Здесь очень сухая курица. Вот если взять курицу отдельно, попробуй, возьми кусочек курицы отдельно, без соуса, без ничего. Она вот крайне сухая. И все вкусы перебивают здесь огурцы. И причем соус здесь, он какой-то вообще странный. Майонезный больше. В соусе здесь очень много майонеза. Причем майонеза, знаете, такого дешевого, который вот продавался раньше, я не знаю, он продается, ты как бы делал обзоры. В всяких пачках. Она делал обзоры на магазин. Вот эти вот квадратные пачки пластмассовые. А, прямоугольные. Квадратные. Да. Аргеевские там. Да, вот что-то типа такое. Вот такой вот вкус вот этого старого. Я помню его из детства. Я макал просто белый хлеб в этот майонез, и мне нравилось. Но здесь он вообще лишний. Но соус здесь явно похуже, чем в рояле, да? И мне как будто не хватает мяса. И мяса меньше здесь тоже. Вот такое ощущение, что здесь очень мало мяса. Вот я съел почти половину, и у меня было всего лишь два кусочка. Не знаю, что там дальше, как бы здесь виднеется еще кусочек. Попробую. Да, реально соус хуже, мяса меньше. В остальном примерно тоже самое. И лавашу. Здесь по ингредиентам. Огурцы, которые, как я и сказал, забирают на себя весь вкус. Далее здесь капуста. Курица, морковка, курица сухая, соус так себе. И картошка фри здесь немножко лучше, чем картошка получше, более наполнена. Если просто отсюда вытаскивать картошку, вот с этим соусом, вот отлично, огонь. Да, да, да. Но в целом, в целом я бы не брал такое. Даже за 30? Да, похуже, честно говоря, похуже. Лаваш мне больше нравится, но он хуже, чем рояль. Итак, это были первые два претендента. Это рояль и ММЛ. ММЛ. Обзор на остальные два смотрите на канале у Игоря. Вкусные истории. Ссылочка будет в описании. Ну, а если вам понравился такой формат о том, чтобы мы вместе ходили по городу и пробовали еду в разных заведениях, будь то бургеры, будь то пицца, будь то кебабы и всего остального, обязательно ставьте лайк под этим видео. Обязательно ставьте лайк под видео на канале Игоря или на моем, я не знаю, на каком канале вы это смотрите. И если мы соберем 300 лайков, мы сделаем очередной выпуск. Поэтому лайки, подписка на канал Игоря, подписка на мой канал. Ну и, соответственно, делитесь с друзьями. Нам это очень нужно. Лайк, подписка, комментарии, друзья. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok